всех приветствую друзья на канале у себя как обычно у нас рубрика говорящие руки сегодня мы с вами будем анализировать вот такой вот материал это у нас гирконы гирконы с реле а именно с 55 а достаточно на слышь на слышен материал да то есть достаточно такой громкий громкий почему подозрение на содержание роде то есть в данных гирконах все мы знаем да что роде достаточно дорогой металл вот ну и соответственно отсюда все вытекающие вся вытекающая информация и человек принес по факту говорит артем разберись досконально скрупулезно как любишь это делать что все-таки там содержится если там роде то есть ну вообще если он там и сколько его там вот так давайте посмотрим более детально так ребят более-менее я увеличил вот я надеюсь видно что мы здесь видим видим наши язычки да то есть внутренние контакты видно что по кончикам присутствует желтизна ну что в свою очередь означает присутствие золото то есть еще здесь есть и золото вот стеклянный корпус вот такой вот чисто стекло но и здесь были вывода как бы которые собственно сами заходили в реле реле к сожалению у меня нету этого именно раз 55 то есть могут ну можно только по картинке обратиться вот когда поэтому я всегда ребят ребятам и говорю что когда что-то разбираете оставляйте одну деталь сборе это очень удобно для того чтобы посмотреть более детально что как внутри находится то есть соответственно и узнать принцип работы на картинке это одно то есть это ну можно посмотреть на картинке а именно по факту может быть ну совсем другое то есть поэтому всегда когда идет разбор количество каких-то особенно непонятных деталей оставляйте всегда одну целостность чтобы было удобнее разобраться и знать что такая деталь существует да хотя все источники говорят обратное вот но по факту она есть поэтому всегда оставляйте одну деталь сборе так ну и все в принципе тут ничего такого нету стеклянный корпус и вывода и как раз вот подозрение роде роде именно на выводах и не полностью на выводах а вот именно на кончиках что именно есть информация что именно на кончиках присутствуют напыление роде ну и вот такое вот описание нас быстренько пробежались уточнил у человека какие именно res 55 а то есть по паспортам паспорта у них там я не знаю количество неимоверное только я увидел не более 40 штук паспортов на данный res на данные реле также как и года то есть тоже там этот но здесь человек указывает сказал что здесь именно все реле res 55 а паспорта у них микс и года тоже микс до 90 года то есть там 84 85 86 и так далее вот и еще на данный крылья существовала какая-то существовала какая-то красная . там у него то есть сбоку по краю то есть какой-то определен но определение то есть я если честно искал искал информацию по этой точке но так и не нашел что это за красная . такая возможно кто-то знает напишите так здесь у меня ровно 100 штук так 100 ли здесь штук очень быстро принесли данные гирконы и я не не долго их изучал просто вот так информацию почитал давайте встретим посмотрим точно ли здесь 100 штук потому что предварительную навеску я не делал сейчас я более-менее увеличу ли меня я увеличил это сейчас посмотрим навеску потому что предварительная их не взвешиваю так и ручек стариваем так сколько у нас весит один гирку 0 23 соответственно 0 22 даже дави сына играть 0 22 соответственно 100 гирконов у нас будут весить 22 грамма я надеюсь поместится на стиле на один уже убежал недалеко поймаю ну 2187 да то есть почти 22 грамма 0 13 где-то там а вот еще гирком еще один убежал даже не заметил 22 10 22 0 5 до именно 100 штук 0 10 там на вывода можно оставить то есть вывода не здесь вот здесь прям под самое стекло обрезаны здесь немножко остается но остался вывод то есть да вот видно фокусирует камеры не вот то есть вот немножко вывод поэтому два ровно 22 грамма то есть соответственно ровно 100 штук так сейчас я тогда подготовлю все необходимые кислоты стаканчики наши шланжики но есть необходимый нам инвентарь до для работы попробуем с вами достать его оттуда этот роде если он конечно вообще там есть так сейчас тогда я все подготовлю ну и дальше с вами продолжим так друзья подготовил я наш материальчик наши гиркончики разобрал их давайте посмотрим как это происходило избавился я от стеклянного корпуса с помощью обыкновенной ступки то есть засыпал наши гиркончики ступку ну хорошо хорошенько их там размолол потом всю эту кашу выступал на подложку вот гирконок лигатура как бы имеет магнитность она там магнитная и всю эту лигатуру я собрал на магнит очень удобно то есть когда лигатура магнитная не надо каждую выбирать там пинцетом прошлись магнитиком ну естественно все она прилипла вот так и сделал предварительную навеску состав штук вышло там не более пяти грамм там четыре с копейками грамма вот поэтому достаточно легкие как бы и я еще посмотрел присмотрелся там по золото там в небольшом количестве на некоторых гирконах находится вот поэтому не буду я ее доставать оттуда буду пытаться доставать роде если конечно вообще там есть все мы знаем да то что роде хоть нам и утверждает википедия что роде растворяется в царской водке но к сожалению он там не растворяется растворяется он в царской водке только при одном случае если перетереть его в пыль то есть именно на пыльный уровень да то есть не на атомный но ближе к этому вот перетереть его и он будет растворяться в царе это в кипящем царе на протяжении что там порядка 8 часов по моему растворяется один грамм металлизе на металлизированного роде то есть достаточно такая замудренная система и плюс также я еще посмотрел что можно растворить роде и в соляной кислотой соляной серной кислоте подсыпая гидросульфат калия то есть что-то на вроде идет что-то на вроде квартования квартования то есть метод квартования то есть плавить роде и подсыпать вот этот как раз таки гидросульфат калия но плавить вроде там температура порядка я не знаю, около 2000 градусов да, то есть такой горелки у меня нету, да и замудренный этот принцип, то есть пойдем простым, обыкновенным способом вот, таким, просто хотя бы узнать есть ли он там вообще, да, то есть либо подтвердить эту легенду, либо ее разрушить так, пойдем через кислоты, ударю я так сказать, всем своим флотом кислотным по данным бирконам, сначала протравлю нашу нашу лигатуру в царе здесь у меня царь, вот протравлю сначала в царе прокипячу, да, наш царь удалит все ненужные металлы там, ну и критический удар нанесу серной кислотой, так же прокипячу просто в серной кислоте, вот, поэтому я думаю, максимально избавимся вам, ну, от металлов лишних которые содержатся в данных бирконах ну и потом уже дальше с вами будем продолжать посмотрим, что там вообще останется так, подливаю здесь у меня соотношение 1 к 3 то есть 10 мл азотной кислоты чуть больше 12 мл и 30 мл соляной кислоты так, сейчас я поставлю клитку на разогрев поставлю на 150 градусов да, все, как видим запустилось растворение, причем очень быстро сейчас увеличу, вот так видим, да, то есть запустилось растворение сразу же пускай тогда наши гиркончики растворяются отработает сначала наш царь потом я прокипячу серной кислоте, ну и дальше с вами продолжим, то есть если там что-то останется будем дальше с вами продолжать процедуру субтитры создавал DimaTorzok 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 итак, друзья, закончилась наша процедура так называемого полуафинажа, да афинаж гирконов еле-еле поймал на фильтре вот эту всю как видели при детальном увеличении вот эту всю шелуху, да то есть настолько мало ее здесь, этой шелухи вот, царя не стал выливать, все-таки решил оставить вот, посмотреть на содержание золота то есть, сколько там золота содержится но она и на этой шелухе есть это однозначно, потому что до конца не растворил не растворился металл, да вот, и золото однозначно село сюда будь то железо, медь, роди и паллади то есть золото здесь тоже присутствует вот, так, царя отставлю я ну и в заключение здесь нам поможет только спектрал то есть, нужно спектралить как определить этот, что это орудие я не знаю, то есть, поэтому нужен специализированный инструмент так, сейчас я быстренько сбегаю про спектралю данную шелуху если, конечно, спектрал уловит очень маленькая содержание то есть, очень маленькая навеска вообще тут весы даже точные не уловят вот это вот, видите, да вот это вот блестяшки вот эти так, ладно, тогда сбегаю в любом случае попытаюсь в принципе, у человека анализатор отличный итак, друзья, про спектралил я наш материал, наш фильтр, да и очень сильно удивился итак, спектрал еле-еле мы уловились человеком то есть, очень долго стреляли то есть, ну, слишком мало материала итак, что мы видим? анализ благородных металлов роди 91% к великому моему удивлению то есть, как оказалось действительно, роди там есть дальше у нас идет феррум железо, да то есть, 4% аурум, золото что подтверждает то, что он всегда, если растворяем по золоту вместе с основанием то обязательно нужно протравить основание полностью, вместе растворить с основанием иначе золото сядет на основание что, собственно, здесь и подтверждается остались чешуйки и видим, да золото 2% то есть, село на сам вот этот вот роди ну и ни то есть, никель 2%, да? ну, собственно, что подтверждает наш зелененький растворчик то есть, нашего царя и вот такой вот спектрал то есть, я, если честно до последнего упирался, что навряд ли это роди думал, скорее всего, никель как бы видно, да? по царю зелененький цвет что означает присутствие никеля вот, но, как оказалось роди присутствует вот, но как бы так сказать он как бы присутствует да? но, вы понимаете в таком вот размере субатомном, да? то есть, 91% вот, 90% от веса я не знаю не пера а то, что легче пера ну, в принципе все зависит от объема можно, как бы, делать, да? если, ну, там, объем я не знаю несколько десятков тысяч штук вот и самое главное что не нужно никакой-то специализированный инструмент или и так далее, да? мы просто максимально ударили кислотами всевозможными которые есть и то, вот, в спектрале было железо, да? можно было бы я же через серную кислоту не пошел можно было бы еще протравить в серной кислоте вот, поэтому до конца его почистить ну, тогда он бы еще меньше уменьшился то есть, как бы и никель там есть ну, и золото, то есть вот, все это вместе составляло 9% засора как бы вот так ну, в принципе как оказалось роди есть ну, я, как еще раз повторюсь вот эта вот чешуя это еще не роди как бы ну, роди, ну, 91% это не чистый роди соответственно ролик у нас называется не афинаш роди а полу афинаш ну, интересная проверка поэтому очень хорошо всегда практиковать проверку обязательно я вот до последнего думаю да, навряд ли это какой-то роди там вот до последнего вот пока специализированный инструмент не показал что это роди действительно я бы не верил ну, когда сам прошел практику проверки то как бы убедился что это роди ну, вот такое вот такая вот у нас сегодня была проверка а точнее вчера то есть ролик должен был выйти 19-го ну, вы, скорее всего 20-го или 21-го вот ну, вот такие вот такая вот проверочка, ребят можно делать вот, ну, а еще если хотите узнать какие еще можно драгоценные металлы достать с определенных радиодеталей предлагаю посмотреть вот эти видео вот эти видео то есть вот